Микс Ньюс Сегодня в нашей студии председатель правления Рига Знаму Парвалникс Роналдс Нейманис. Здравствуйте. Здравствуйте. И глава отдела коммуникации предприятия Крис Лейшкоунс. Доброе утро. Доброе утро. У нас просто есть даже программа специальная, вот добро пожаловаться. Очень много людей дозваниваются со всевозможными коммунальными вопросами, проблемами. И очень часто, ну, бывают какие-то такие вот критические замечания, упреки, там вот по поводу работы Рига Знаму Парвалникс. Сегодня, может быть, мы как раз это все затронем. Но для того, чтобы, может быть, люди, ну, я говорил уже о том, что, может быть, если начинать с самого начала, ведь Рига Знаму Парвалникс появился как какой-то вынужденный шаг. То есть это, в принципе, была на тот момент необходимость обеспечить управление домами, которые не взяли на себя, насколько я понимаю, вот не взяли в свои руки свою собственность. Да, это незаконченный процесс после приватизации. И сам Рига Знам Парвалникс создавался, объединяя 15 домоправлений. И этот вопрос, эта централизация управления домами. И сейчас мы видим, что в Риге, может быть, надо подумать уже о централизованном управлении недвижимостью. Эта централизация управления домами уже завершилась. Ну, сейчас стоит вопрос, может быть, управлять всей недвижимостью в Риге централизованной. Один из главных вопросов, с которым, кстати, партии шли на выборы в Лижскую Думу, будущее Ригаснаму Парвалдникс, потому что высказывались мнения, что не пора ли передать его в частные руки, а насколько вообще самоуправлением может заниматься коммерческой деятельностью? Нет ли здесь какого-то противоречия, потому что вроде бы задача самоуправления оказывать в том числе помощь нуждающимся тем, кто, может быть, оказался в какой-то сложной финансовой ситуации? Видите, мы коммерческое предприятие, мы не занимаемся добродетельностью, но кто-то в Риге должен заниматься этими вопросами, которые сам житель или владелец квартиры, которых у нас примерно 160 тысяч, которые не готовы создавать общество и взять управление своим имуществом в свои руки. И этот вопрос я чувствую и понимаю, что это самое главное, что наши клиенты должны понимать, что они сами ответственны за свое имущество, за свою квартиру. И эта активность, на мой взгляд, крайне низкая, скажем, весь год мы видим жалобы, принимаем жалобы, скажем, на то же самое различие в счетах и на воду. Что входящий счетчик Рига Суденц показывает, отличается от счетчиков в квартирах. И у нас примерно 500 домов, где это различие более, ну, примерно 20%, что довольно много. И мы недавно выслали примерно 500 домам предложение поменять счетчики на эти новые ультразвуковые и решить эту проблему. И видим, что ответы получили только от двух домов, которые согласились. Два маленькие дома, это меньше, чем 0,4%. То есть люди, как они не готовы ходить к врачам, они не готовы решать свои вопросы по имуществу. И сейчас очень хороший момент, потому что в конце года, по соответствии с нормативными актами, мы предлагаем эти сметы по управлению и содержанию своих домов. Мы выкладываем в пар волны к смету и программу ремонтов по домам. И ждем, чтобы владельцы приходили со своими предложениями, меняли, если они видят, что, скажем, надо менять не крышу, а двери, чтобы были активны и дискутировали с нами. Но мы видим, что какая-то активность примерно только в 20% случаев. Но вот здесь, если мы говорим про людей, действительно, многие ведь живут еще с психологией, ну, чуть ли не советских времен, что вот если что-то случилось, государство обязано сделать. То есть вот это протекает крыша, там, я не знаю, разрушается дом, это все забота, это не моя забота, это, в принципе, не моя собственность. Вот пусть этим занимается государство. Вот с одной стороны, это вот как можно переломить эту психологию и что делать с людьми, которые, ну, вот, например, отказываются действительно понимать новую реальность? Ну, я не психолог, мне трудно на это ответить, но это ответ на то, зачем нужен Ригис Парронекс, потому что люди не готовы решать за себя. И мы решаем, мы, муниципалитет, должен заботиться, решать эти коммунальные вопросы, и мы инструмент муниципалитет, муниципалитет, самоуправления, и этот вопрос решаем, если в день. Новая, сейчас после выборов новая Рижская Дума, насколько эта Дума позволяет, может быть, по-новому как-то организовать работу, может быть, более улучшенная коммуникация между Сеймом и городским управлением поможет работе Ригасному Парронекс? Мы очень на это надеемся, потому что, ну, за последние 10 лет был этот разрыв между этим Ригисным Парроником, который самое большое предприятие в этой отрасли, в Прибалтике, ну, и во всем... Вообще Европе, по-моему, да? Ну, я не могу за всю Европу, ну, северной Европы и государством, и мы видим, что есть много вопросов, которые мы сами не можем решить, это надо менять законы и другие нормативные акты. Сейчас видим, уже продвигается вопрос насчет налога и собственности, что в случае, если продаешь собственность, скажем, квартиру, то налог остается... Не налог, не налог, долг остается на собственности. Этот вопрос опять поднят, и мы видим, что это может решить большую часть наших проблем. Но вот как раз это вот одна из тем тоже, которая поднималась постоянно о том, что долг остается за квартиры, вот каким образом должны... Вот для многих людей является шоком, когда они вдруг узнают, что за домом числится долг, который остался вот из-за нерадивого жильца, и им отказываются подключать, например, отопление, если они не погасят этот долг. Получается, что люди должны заплатить за другого человека, и это, ну, кажется большой несправедливостью. Согласен, но это можно решить только на уровне законодателя. Есть ли все-таки надежда, что эта проблема может быть решена? То есть, ну, вы сказали, что, ну, да, мы надеемся, но сейчас рабочая группа под Министерством экономики начинает опять работать на этот вопрос. Мы тоже стимулируем это через Рижскую думу, так что мы надеемся, что это будет решено наконец-то. Еще одна вот проблема после того, как пропали в ПНВ большие деньги в банке, и предложение было от Рига Снаму Парвелднекс напрямую людям оплачивать услуги Рига Силтумс, и в то же время возникала проблема в том, что за эту услугу нужно будет платить дополнительно, и многих это тоже не устраивало, что там получалось 3, по-моему, евро за счет. И это, ну, для многих, там, скажем, малообеспеченных это достаточно большие деньги. Это не было связано с деньгами в ПНВ, это было связано с долгами по отоплению, чтобы мы, в данном случае, с счетами по отоплению Рига Снаму Парвелднекс является посредником. Деньги идут платить нам, и 100% мы отправляем дальше Рига Снаму Парвелднекс. Просто мы выделили и предложили нашим клиентам, чтобы они платили впрямую, так, ну, чтобы счет оплачивался быстрее, чтобы не было, скажем, этих дней, которые мы обрабатываем, эти счета. Но наши клиенты не согласились, и все осталось так же, как и есть. Даже для дополнения можно сказать так, что вопрос намного глубже, чем выглядит просто снаружи, потому что снаружи мы смотрим очень просто, там, есть прямые расчеты, и все. Нет, проблема намного глубже с точки зрения законодательной, потому что если мы рассматриваем отопление как услугу, которую предоставляет в Риге Рига Снаму Парвелднекс, то Рига Снаму Парвелднекс не имеет права подключать тепло, пока не оплачены все счета. 100%. По предыдущему сезону. Управляющая компания должна перечислить Рига Снаму Парвелднексу все, что они получили. Значит, если клиенты заплатили сумму 90% от общего объема, Рига Снам Парвелднекс перечислил все эти 90%, но в то же самое время мы не имеем права откуда-то взять этих 10% из других каких-то позиций и перечислить Снаму Парвелднексу, чтобы подключили. По сути, три стороны в этом случае становятся заложниками ситуации. Это Рига Снам, который не имеет права подключать, потому что это тоже не частное предприятие, их регулирует нормативные акты. Рига Снам Парвелднекс, который не имеет права брать из других пола деньги и перечислять Силтумсу за клиентов, которые не заплатили. И те же самые собственники квартир, которые тоже исправно платят, основная масса исправно платит, они должны получать услугу. Но, к сожалению, в этой ситуации три стороны становятся заложниками и не имеют нормального законодательного варианта переговоров. Потому что те предложения, которые были в анкете, они основываются в нормативных актах. И то, что сделало правление Рига Снам Парвелднекс, чтобы подключить тепло к клиентам, и ввиду того, что активность по всем анкетам по теплу не была, активность в принципе никакая, то в тот момент было принято решение со стороны правления вложить и заплатить за клиентов из заработка предприятия, из других доходов, которые не связаны именно с прямыми доходами по конкретному дому. Это была вынужденная мера, и если мы говорим более точно, то Рига Снам Парвелднекс и Рига Силтумс каждый год начинает отопительный сезон по нулям. Значит, что то, что люди говорят, что по старым долгам, нет, это не вопрос старых долгов, это вопрос последнего отопительного сезона. Это актуальные долги за последний отопительный сезон, это не являются старые долги. Это старые долги, они всё время идут вместе, они подсчитываются и так далее, это бухгалтерия. Но если мы говорим насчёт услуги, то она связана с услугами последнего отопительного сезона. То есть, получается, что эти старые долги, они, но пока тоже такая нерешённая проблема, которая как, ну, домоклов меч, такое выражение, которое висит. Ну, если говорить по долгам, то да, долги видно, что не решались и накапливались годами. Я бы говорил, больше, там есть долги старее 10 лет, скажем, ну, домокловый меч. Да, в принципе, объём долгов, нерешённых долгов сейчас в предприятии огромен. И может, по мнению аудиторов, оказывать в каком-то ситуации влияние на стабильность предприятия. Но мы видим, что это тоже вопрос, который можно решать, но надо решать, надо заниматься им. Сейчас видно, что, я не знаю эту политику, почему не решались и никто с этими должниками не работал, но накоплено десятки миллионов. Я напомню нашим слушателям, председателям правления Рига Снамупар, Волдникс, Роналд Снейманис и глава отдела коммуникации предприятия Крис Лейшкаунс в нашей студии. Мы просим вас, может быть, надеть наушники, потому что звонки пошли. А, у нас сорвался как раз звонок. Человек звонил, звонил, звонил. И так, вот есть следующее. Здравствуйте. 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 Ренсену 40 домов, 80 тысяч долгов. Кто будет отвечать за это, за преступную халатность? Я написал жалобу, и мне ответили, что 6 октября передано судебным исполнителям по 39 квартирам. Почему 6 октября, а не раньше этого года, и почему еще 17 квартир должников? Там тысячи. Огромные тысячи. Ну, извините, вы должны отвечать за это, РНП. Спасибо. Я думаю, что я отвечу. Если мы смотрим структуру по долгам, то ответ, он всегда связан с нормативными актами. Рикс на пароле не имеет права, так сказать, на свою голову от кого-то какие-то долги получать. Это есть процедура, есть нормативные акты, которые это утверждают. Но как это происходит? Если мы смотрим общий долг, то сумма очень большая. Но если мы начинаем анализировать структуру по долгам, то, в принципе, на данный момент у приставов есть решение от судов на сумму 27 миллионов. Это значит, что если человек говорит насчет того, что передали приставам, приставам не передает Рикс на пароле. Приставы получают уже от суда. Это значит, что там происходила работа по этому долгу предварительно до всей предупредения о возможном судебном разбирательстве. Потом происходит само судебное разбирательство, которое тоже требует времени. В данный момент Рикс на пароле не выезжает на суды по всей Латвии, не только в Риге, потому что есть возможность, где это можно рассмотреть. Это рассматривается. И сумма 27 миллионов, которые переданы, но пока не получили деньги, они никак не зависят от Рикс на пароле. Пароле свою работу сделала с той точки зрения, что довела дело до суда. И было принято позитивное решение. Но в тот момент это же не значит, что человек-должник побежал и сразу заплатил деньги. Нет, это не связано с Рикс на пароле. Это связано с тем, как возможно добиться получения долгов уже после решения суда. Это не компетенция управляющей компании. Еще у нас просто звонков очень много. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Ну, тут с долгами, знаете, не надо лукавить. Годами ничего не делалось. И как бы выяснилось, что это электорат, нельзя подавать на суд. Ладно, это риторика. Вот второй вопрос такой. То, что аудиторы установили, что за такие как бы бестолково заключенные договора с Рига Силтумс и Рига Суденс, что нам пароле должен, соответственно, Рига Силтумс до 20-го числа перечислить, перечислить деньги о Рига Суденс до 25-го, а жители платят ведь до конца месяца. И вот там выставлены за прошлый год Рига Силтумс, если не ошибаюсь, 1,6 миллиона и приличная сумма с Рига Суденс. И что вот Рига Снаму Парвалдник собирался выставить на следующий год, как капса мне кое-что нас издал. Это безответственность Рига Снаму Парвалдникса. И так вот вы будете поступать. Спасибо. Спасибо. Можно ли было, как слушательница выразилась, бестолково заключенные договора, можно ли было по-другому заключить, потому что я понимаю, что все-таки это... Ну, оба эти предприятия, Рига Суденс и Рига Силтумс, тоже не частные предприятия, работают под строгой регулировкой и... Под регулятором и тарифы утверждены. Так что этот вопрос... Владелец у нас общий, так что это вопрос тоже, который должен решаться на уровне Рижской думы и в государственном уровне. И насчет старых долгов... Это время стоит вопросом номер один. После подключения тепла. Потому что даты оплаты счетов, они должны быть синхронизованы. То, что на данный момент мы имеем ситуацию, это неправильно. И еще, чтобы дополнить насчет старых долгов, я еще назову одну цифру. 27 миллионов, то, что есть уже у седемных приставов. За 10 лет общая сумма, в которых мы имеем решение суда, это 53 миллиона. Так что говорить о том, что кто-то не работает, какие-то долги не подается и так далее. Ведется работа. Вопрос объема. То, что каждый приговор суда имеет под собой время, деньги и большую работу, это так. То, что эти дела тысячами и десятки тысяч общий объем, по которым произведена работа по долгам, это обычно не до конца понятно обычному человеку. Если говорим насчет начала создания РИКС на Паролнекс, которое было 10 лет назад, когда объединили 15 предприятий, когда часть из них была на пороге банкротства. И, в принципе, создание РИКС на Паролнекс, она, по сути, вывела предприятия из того, что некоторые из этих предприятий самороления пошли на банкрот. Это была вынужденная мера на тот момент. Пункт 1, пункт 2. Если мы говорим насчет послекризисного времени, это 2011, 2012, 2012 год, тогда даже если бы хотели на тот момент подать на всех должников в одно время, это была невозможность с точки зрения финансов. То, что иногда мы не понимаем, что, во-первых, это одна часть из них, это и есть работа по долгам, которая должна произвестись, бумажная работа, вся работа по подаче и так далее. Второй пункт, вы должны платить все судебные издержки на тот момент. Так что это тоже один пункт, что если мы смотрим такую старую время, тогда даже не было средств, чтобы, если бы надо было дать на всех в один момент, скажем, даже не было бы таких средств, чтобы это сделать. Потому что все это связано с издержками. Председатель правления Ригасному Павел Днеюс Роналд Снеймани, глава отдела коммуникации предприятия Крис Лейшконс, у нас сейчас в студии. Звоните, 67212-9399-67213-9399. Доброе утро, пожалуйста. Здравствуйте. Когда будет починен лифт на Курзамы-128? У нас это геноцид просто. Спасибо, да. Это вот часто нам звонят, называют адрес Курзамы-128. Не знаю, какой это конкретно этот адрес. Да, но есть сейчас в Ригасном Пару, у них проблема с ремонтом, не обслуживанием, но с ремонтом лифтов. Думаю, что этот вопрос, вопрос по сути не технический, но по сути будет решен в течение этой или следующей недели. Есть две группы лифтов. Сейчас в Риге стоят примерно, не знаю точно на сегодня, примерно 35 лифтов. На половину из них есть программа, как их отремонтировать. Насчет другой части тоже примерно под 20 число. Будем решать на следующей неделе. Так что думаю, что технически до конца года все лифты будут опять работать. Я помню, что мы затрагивали, когда проблему лифтов. Там был такой нюанс, что для того, чтобы получить запас... То есть люди часто начинают бить тревогу, когда лифт испортился. А в принципе для того, чтобы определить причину износа каких-то частей, заказать эти части, поскольку это нужно обращаться на заводы производителей, получить... То есть это все требует большого количества времени, может быть, ну вот... Насчет этого я не вижу проблем, потому что доставка в Латвию происходит, запчасти в Латвии у предпринимателя есть. Просто сейчас юридическая проблема, что оставленная с предведущего правления, как эти запчасти купить. Так что решим. Следующий звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. У меня два вопросика. Первый. У соседа долг 10 тысяч. Он успешно продал квартиру каким-то образом. И долг этот не списан с нашего дома. Это первое. Второе. Вот между счетчиками, новым и старым, какие плюсы и минусы? Если я одна поставлю в доме этот новый счетчик, он же, наверное, не повлияет на общий результат потребления воды. Спасибо. Да, ну первая часть – это оставленные долга на дома. Это то, что мы уже говорили, что это надо решать и решается сейчас на уровне законодательства. Что долг должен быть привязан к имуществу, а не к владельцу. Насчет второй части, да, я согласен, что только поставить на одну квартиру новый тип счетчика ничего не решает. Это должны решить весь дом. Сразу поменять счетчика. И входящий, и по квартирам всем, 100%. Я даже, я просто слушаю дискуссию и вижу, что вот этот вопрос насчет привязки к квартире, он не до конца понятен. Да. Отчасти, наверное, вам и части слушателей. То, что на данный момент долг привязан к собственнику квартиры, но он висит на дому. То, что надо решить вопрос, это вопрос в том, что… И как клиент и звонил, говорил, что продал, успел продать перед тем, как было решение суда насчет долгов. То, что должно быть, это должно быть так, что долг висит на квартире конкретной, а не на физической персоне. Потому что в тот момент, если человек продает квартиру, вы вынуждены заплатить долг. И не важно, которая часть платит. Это долг, но долг оплачивается, и он уже не будет висеть на весь дом. Это как с машиной. Вы можете сейчас купить машину, у которой есть 5 лет долга за налоги. И, в принципе, даже не важно, которая часть… Либо продавец оплачивает, либо покупатель оплачивает. Но вы знаете, что есть такая сумма, которая должна быть оплачена. И в тот момент будут исключены те ситуации, что на дому начинают накапливаться долги. Потому что в любой ситуации, когда покупается или продается квартира, долг должен быть оплачен, чтобы на дому не висели эти долги. Потому что квартира, она отличается тем, что на данный момент по законодательному уровню она влияет на весь дом. И эти долги, они влияют на все другие соседи, которые исправно платят все счета. Ну или если человек продает квартиру, предположим, и известно, что есть долг, то он может договориться с новым покупателем. Потому что тот платит и выплачивает ему меньшую, может быть, сумму. Это и есть тот принцип, что неважно, как вы договариваются между двумя сторонами, но долг по квартире, коммунальный долг, он должен быть уплачен. И неважно, с какой стороны. Это просто влияет на сумму сделки, на стоимость квартиры и составных частей. Но есть надежда, что это кажется очень логичным и справедливым, но есть надежда, что это будет принято? Проблема в том, что это, как вам кажется, логично и нам кажется, что это логично, но, к сожалению, до этого времени это не принималось. Мы надеемся, что на данный момент все-таки это сдвинется с мертвой точки, и это решение будет принято. Потому что рассматриваются и другие вопросы насчет процентов, которые должны быть предоставлены для покращения коммунальных долгов, если есть ипотека и так далее. Там есть очень много нюансов по долгам. Но, как мы видим, на данный момент самый эффективный вариант все-таки привязать долг к квартире, а не к собственнику. Продолжаем принимать звонки. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, пожалуйста. У телевизора. Сейчас карантин и прочие дела. Дворники листву чистят прекрасно, а не дезинфицируют подъезды. Мехели один. Что должны делать дворники? Кстати, тоже тема, которая часто нам дозванивается в программе «Добро пожаловаться». Что должен все-таки входит в обязанности дворника? Должен ли он дезинфицировать? И с какой частотой лифт, ручки? Ну, там люди волнуются, потому что поднимаются разные люди, могут трогать ручки дверные, перила. Если человек, да, зараженный коронавирусом. Да, клиент совершенно правильно заметил. Должны дезинфицироваться. И если видят клиенты, что это не делается, надо есть наш телефон или писать на имейл. И мы должны знать этого. За каждым нашим работником мы сами не стоим. Я дополню, наверное, что, конечно, при той ситуации, когда была уже неочерпная ситуация в стране, мы это делали дополнительно. На данный момент все дворники имеют средства по дезинфикации, они этим занимаются. Но то, что надо брать в виду, что, наверное, не будет так, что дворник за каждым клиентом, за каждой квартирой, до квартиры будет ходить и за ним потирать. Нет, это не будет. Производится это дополнительно. Да, эти работы происходят, и они будут происходить. Конечно, все время, пока будет бушевать ковид. Но то, что это не... С одной стороны, это должно происходить со всех участников ситуации. Об этом должны думать и управляющая компания, и дворник, и также сами собственники. Но есть какие-то просто нормы, что дворник должен каждый день, раз в неделю, какие-то... Есть нормы, которые указаны в подъездах, но на это время мы дополнительно это делаем. И это меняется... Зависимость от ситуации. Конечно, мы смотрим, какая ситуация, и мы это меняем. И в тот момент, когда мы меняем какие-то требования к нашим работникам, мы об этом и оповещаем. Потому что они менялись, и они будут, конечно, продолжаться быть в силе, пока будет ситуация с ковидом. Был, кстати, у нас звонок в программу «Добро пожаловаться». Очень странная ситуация. Я понимаю, что дворник нанимала просто для выполнения своих обязанностей какого-то... Ну, человека, вот, как говорят, бомж, там, безопределенное место жительства. И очень были недовольные жители дома. То есть они постоянно видели, что дворник отсутствовал, какой-то посторонний человек там ходил, что-то прибирал. И они были недовольны его работой. Они могут жаловаться, да, если что-то... Конечно, у нас такой сведения нет. Не только могут жаловаться, но об этом обязательно мы должны получить информацию. Потому что у нас свыше 4 тысяч домов. И, конечно, в каждом 24 часа в сутки наружное наблюдение там не может быть. И если клиент видит, что есть те или иные ситуации, где не происходит та работа, которая должна быть, что работает кто-то другой. И так далее. Все эти ситуации, они сразу надо информировать РИКСНО Парал. Мы эти данные проверим. И ситуация будет приведиться в порядок. Потому что, конечно, если есть дворник, то он и должен работать. Конечно, если там заменяет... Ну, не должен никто заменять, если дворник больной. У нас есть мобильные бригады, которые, если отсутствует дворник, заменяют его. Так что, я надеюсь, мы ответили этой слушательнице на вопрос. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. Вот еще раз. Поясните мне нормально. Вы хотите заставить платить добросовестного плательщика за соседа? Вы предложили там еще фонд какой-то ввести. То есть я буду платить в этот фонд за Яниса, Петериса и так далее? Вы подумайте, что вы предлагаете. Да, я даже думаю, я сразу коротко отвечу. Потому что, наверное, этот клиент не читал ту информацию, которую мы посылали вместе с анкетой опроса. Мы говорим насчет законодательного рамки, которая позволяет действовать так или по-другому решения нет. То, что я уже сначала говорил, что РИКС и Силтумс, они не имеют права вам подключать тепло и имеют право не подключать, это на законодательном уровне оговорено. Также говорено, что управляющая компания не имеет, так сказать, права из других каких-то средств, которые связаны с управлением домами, эти деньги перенаправлять на погашение долгов. И третий пункт, то, что мы и говорим о том, что управляющая компания должна заплатить все, что им перечислили. Нету на данный момент в законодательном уровне других денег. То, что люди не до конца понимают, что мы не имеем права. Да, правление приняло решение из заработка предприятия эти деньги перенаправить. И не то, чтобы погасить, а просто это одолжить до того времени, как должники эту сумму погасят. Если мы говорим насчет самого принципа, принцип о том, что те, которые платят, должны заплатить за собственника, которые не заплатили, это неправильно. Мы об этом говорим уже не первый год. О том, что такие ситуации возникают. И в законодательном уровне нет решения, как решить вопрос. Потому что по коммунальной сфере то, что не заплатят все клиенты, это просто как факт. Основной массы и частным предприятиям. И другим работающим в этой сфере никогда обычно нет ситуации, что платят 100% клиент. Всегда есть эта часть клиентов, которые не доплачивают. И в законодательном уровне в данный момент нет такого решения, как эту проблему решить. Нет норматива, которая говорит, либо этим должны заниматься силтумсы, либо этим должны заниматься предприятия, которые просто... В данный момент мы просто предприятия между силтумсами, между клиентами. Мы не имеем дополнительных инструментов по работе, скажем так, или по дополнительным каким-то доходам, чтобы эти доходы перечислить за тех клиентов, которые не заплатили. Так что проблема, она законодательная. Мы можем еще три раза позвонить нам и также задать этот вопрос. Это законодательный вопрос. Это не вопрос управляющей компании. То, что на данный момент в законодательном уровне, то же самое, что касается оплаты счета в 20-м, это законодательный вопрос. Это те вопросы, которые задаются в управляющей компании, но по сути это законодательный вопрос. И этот вопрос должен решиться. Я в последнее время часто говорю насчет примера с молоком в магазине. То, что молоко в магазине стоит 75 копеек, не значит, что там нет включена сумма насчет того молока, который испортится, того молока, которого, к сожалению, кто-то и несет, не заплатив. И мы, по сути, понимаем, что когда покупаем это молоко, мы платим и эту часть, которая, так сказать, серая часть, в которой там есть эти издержки. А насчет коммунальных услуг, мы как-то все время говорим, что нет такого в серии, части нет. Я, наверное, хотел спросить, а как мы будем действовать, если пойдем в магазин, там будет стоять ценам на молоко 65 копеек, 5 копеек за того, которое испортилось, и 5 копеек за того, что унесло кто-то. Вопрос, мы что будем хотеть требовать, чтобы нас продали за 65, потому что вот эти 10 мы не будем платить? Или когда мы не знаем, что есть такая сумма, тогда мы насчет этого смотрим чуть-чуть по-другому. Это, наверное, законодательно в данный момент неправильно. Да, но видите, здесь есть просто момент, что если человек унес молоко, не заплатив, и его поймали, то его все-таки, ну, его ждет очень печальная судьба. А здесь получается... Нет, мы уже видим эту серию, сейчас мы видим в долгах. Да, да, да. И здесь это будет, просто вопрос законодательно, пока будет решение суда, потом он останется без квартиры, если он не продал и так далее. Есть эти санкции, потом в конце концов они есть, но они только просто длинные, и их нужно последить. Долголетние, да. Но суть, она остается та же самая. Да, клиенты, которые платят, не должны платить. То, что предлагалось клиентам, это было принимать решение на счете использования накопительного фонда для погашения долга, чтобы потом возвращать эти деньги, были бы возвращены. Это было предложение, которое предлагалось Рейхзнапаронекс. Насчет накопительного фонда есть такая практика у частного сектора, потому что частные секторы, они тоже сталкиваются с тем же самым ситуацией, и им тоже не подключают тепло. Если у них есть решение, есть дома, у которых есть решение собственных квартир, где сказано, что вот мы делаем каждый год такой накопительный фонд, который используется для ситуации, когда не все добросовестные соседи заплатили за свои полученные услуги. Так что это, мы говорили насчет тех решений, которые имеют место быть на рынке. Есть ли какая-то вот у вас статистика, сколько домов находится под принудительным управлением, и сколько домов, которые уже закончили процесс приватизации, которые просто работают с вами, ну как уже заказчики услуги? Из наших домов примерно 100 домов такие уже с бедрой. Да, ну где вот... Остальные дома тоже самое без, ну, как вы говорили, которые еще не сорганизовывались. Но вот вам, если говорить о будущем, в принципе, вот этот процесс, он движется, происходит, то есть люди осознают необходимость завершить этот процесс приватизации, чтобы не было этой какой-то, ну, все время ощущение, что это как будто бы временная ситуация, которая вот должна... Да, затянулась уже на 30 лет. Мы не видим большого ускорения в этом процессе. Это то, что я говорил уже в начале, что мы видим, что люди еще не понимают, что они владельцы. Я бы даже добавил, что, наверное, часть клиентов знает и понимает, но они к этому не придают внимания, потому что это ничего не меняет в их ежедневном приходе. Есть ситуация с примерно 100 домов, где есть общество по управлению домами, но мы не можем говорить только так, что только те дома думают о том, что происходит в доме. Нет, это не так, потому что есть и также несколько сот домов, где есть старшие по дому. Это, в принципе, те дома, где есть собственные квартиры, которые думают как и участвуют очень активно в решении ситуации в своих домах. Старшие по дому, это обычно в этих домах и сметы обсуждаются, и принимается решение, и меняется порядок ремонтных работ и так далее. Просто они не переходят на другую уровень, потому что это в их жизни ничего не меняет. А в тот момент, когда они обычно находят старшего по дому, который готов этим заниматься, то, в принципе, основная масса проблем в их жизни решена. Поэтому следующий переход, пока никто этого не требует и никакого, скажем так, за это ничего плохого или хорошего нету, наверное, и не будет происходить быстро. Но отчасти переходной момент – это старшие по дому, это уже мы говорим насчет 10% домов. Нет, но общество нужно, если уже решается вопрос по взятию кредита или участвованию в программах отопления, климат-парк, реновации, да, и тогда это уже необходимо. А так, да, в принципе, все в порядке у них. К сожалению, у нас вот время так быстро пробежало. Я бы очень хотел, чтобы все-таки вот Роналдс Нейманис, председатель правления Рига Снамом Парл Нейкс, еще дал бы нам слово, чтобы пришел как-то к нам для того, чтобы продолжить. Потому что есть и вопросы разделенной собственности, есть вопросы стареющего жилого фонда, которые, в принципе, тоже вот такие, ну, большие очень темы, которые хотелось бы как-то охватить. И глава отдела коммуникации предприятия Крис Лейшко, он также вот сегодня был в нашей студии. Хотелось бы, чтобы мы продолжили какие-то вот, может быть, регулярные даже встречи, потому что очень много я вижу и звонков, и интереса. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. И надеюсь, до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания.